Христос воскрес! С вашей подачи, Дмитрий Сергеевич, говоря о норме, мы сейчас дошли до некоторого общего места, в котором, по-моему, вы отец Георгий сформулировали, что русская идея и русский народ неразрывно связаны с Россией. Стало быть, с христианством и со Христом. Когда мы говорим о том, что такое норма, в разговорах об общине, лично для меня всегда, простите, может быть, я утрирую, но я понимал это так. Норма задана Христом в Евангелии. И община – это попытка воплотить то, что написано в Евангелии. Не просто, так сказать, я стараюсь жить благочестиво, а вот они, твои ближние, этот круг, там, 12-20 человек, с которыми ты и старайся жить по-христиански. Вот все, что Христос тебе сказал сделать, вот рядом с этими людьми и делай. Вместе. Вместе, да, ну, как бы личностно, если это воспринимать, то вот так. И, понятно, у этого будет при всяком воплощении много разных сложностей, ошибок, проблем, их преодолений и так далее. А как это, как этот опыт соотносится, коррелирует, отображается на реальность, собственно, народа? Как это можно соотнести с тем, что мы называем русской идентичностью? Вот такой вопрос. Ну, трудно сказать. Мы начали наш разговор с воспоминаний о русской крестьянской общине. И часто, когда говорят об общине, особенно, как бы, в исторической перспективе, в перспективе имеют в виду именно крестьянскую общину. Сейчас, конечно, никакой крестьянской общины нет. И структура общества современного российского, она совершенно иная после советского времени. И после последних лет 90-х, 2000-х, все-таки уже после 90-го года прошло 35 лет почти. Это большой срок. И здесь есть свои изменения. Поэтому ответить на ваш вопрос трудно. Я думаю, что нелегко увидеть вот такую непосредственную перспективу влияния, о которой вы спрашиваете. Но думаю, что это влияние есть. Оно может быть не мгновенно. Но знаете, по какому принципу? Вот помните Солженицынское выражение, что село не стоит без праведника. Матрёнин двор. Да. Это знаменитый Матрёнин двор. Это, вообще говоря, старая мудрость. Не Александр Александрович ее придумал. Неонов тогда. Да. Но, если угодно, это одна из черт, вот что называется, русской веры. Понимание того, как живет общество. При том, что видно, что в том образе, который Солженицын описывает, там, как говорится, ну, тяжелая жизнь, тяжелая советская жизнь. Вот такая беспробудная, беспроглядная. И судьба той этой Матрёны тяжелейшая. Как будто бы тоже, так сказать, без какого-то, как говорится, света в конце тоннеля. Но Солженицын не случайно делает этот вывод, да, что не стоит село без праведника. И вот я думаю, что сегодняшний наш разговор о общине, он имеет, ну, вот, по крайней мере, одним своим, так сказать, каком-то, краем, одной своей стороной, вот, выражает вот этот, как бы, опыт, касается этого опыта, что не стоит село без праведника. И по нашему опыту мы знаем, что если какой-то христианский круг живет где-нибудь в центре Москвы, и он живет не только для себя, то это обязательно имеет плод. Причем, ну, вот, скажем, опыт нашей жизни, на жизни, например, нашего Свято-Флорецкого института, в доме на улице Покровка, в самом центре Москвы, на протяжении 25 лет, он имел положительные результаты, положительные плоды, потому что благодаря этому изменилась атмосфера в доме, в самом доме. Люди стали друг другу не... Врагами? Не врагами. Может быть, они не стали близкими друзьями, но, по крайней мере, это жизнь общая. И дом стал общим, там стало, возможно, жить. Вот, а в начале 90-х и в середине это делать было крайне трудно. Борьба за выживание. Совершенно верно. Вот, поэтому, ну, может быть, не очень удобно говорить о себе, но, тем не менее, это, если угодно, свидетельство. Мы это видели своими глазами и знаем, как это бывает. И это возможно в Москве, в самом центре города. Это возможно. Чтобы люди действительно стали жить вместе, сообща, заботясь о том, не только о своей, так сказать, квартире, пусть даже и, так сказать, большой, обширной и небедно обставленной, но еще и о том, что вот выходит за ее пределы о каком-то общей жизни, об общем имуществе, об общих отношениях. Вот это, мне кажется, драгоценно. Это настоящее, вот, свидетельство. Конечно, этот опыт невозможно вот так вот тиражировать, да, вывести, как бы, методику. Нет, конечно, потому что он касается живых людей. Ну, собственно, обращение к отца Георгия, вот, в последнем его, в последнюю реплике, как раз связано вот с обращенностью к живому человеку, что люди должны, живые люди, жить на белом свете, живым образом. Вот, и живым образом друг к другу относиться. Ну, вот мне так кажется. Александр Андреевич, вы что-то добавите к этому образу? Вот, христианская община и русская община, русский народ, как одно с другим соотносится внутри русской идеи? Да, мне кажется, это, вот, от этого можно оттолкнуться, что село стоит праведником. То есть есть какая-то реальность, закваска, святыня, которая многое определяет вокруг. Да, вот она есть, и для русского человека всегда было важно понятие святыни. Я когда об этом узнал, меня это как-то очень поразило, и вот это очень верно, и верно исторически, и верно даже сейчас. Это отзывается в сердцах современных людей. Что это значит? Что вот, ну, как Николай Лоский писал, что русскому человеку нужно было всегда определиться со святыней. Или ты ее принимаешь, или ты ее... Отторгаешь. Отторгаешь. Да, отсюда есть такой рассказ с жутким сюжетом о том, как один русский человек стрелял при части. Вот, дикий сюжет, но... Чей рассказ? Я не помню, чей рассказ, но вот сюжет такой. Это рассказ, показывая, что... Ну, вот он говорит, да, для человека западной культуры это не так важно определиться по отношению к святыне. А для русского вот это входит в его какое-то представление о том, как жить в этом мире. Но проблема в том, что... Опять же, подмен. В советское время на место святыни поставили мавзолей, такой мертвый гроб. Да, и вот и много таких других еще гробов мертвых. И, ну, сердце чувствует, что это пустота. И люди ищут дорогу к живому. Но как раз здесь, мне кажется, очень важно и просвещение, и пример жизни, чтобы показать, что настоящей святыней сейчас может быть, ну, и есть вот это пространство живой жизни вместе. Настоящей. Это святыня. Это предельная святыня. Потому что это откровение, ну, жизни свыше. Здесь, на земном. Я вам о земном говорил, да, Христос говорит. Вот про рождение свыше, про жить вместе, да. И вот о земном Он говорит, что это можно уже здесь, на земле, обретать. И вот эта святыня, она влияет на остальную жизнь. Есть хороший образ средневекового изображения мозаики креста из храма Папы Климента Римского. Это крест просветший. Большой христианский крест, в котором множество клеем, множество таких сюжетов самых простых. Они даже иногда поражают своей обыденностью. Да, например, там, Папа играет в лапту с ребенком. Там, хозяйка кормит кур. Что-то еще происходит. И все это под сенью креста. Мне кажется, это хороший образ. Вот церковь призвана, и многие чувствовали, и даже люди, может быть, не церковные, чувствовали вот это ее потенциал церковный. Потенциал влиять на жизнь вокруг. Потенциал задавать какой-то тон. Понятно, что социальные объединения, такие как крестьянский мир, и артели, и современные сообщества, живые, которые не просто по указке образуются. Они, ну, это не христианские сообщества, да, это не то, что основывается на жизни по Евангелии, но они имеют отцвет и христианских ценностей, и какой-то жертвенности, и свободы. И мне кажется, что вообще в основании сейчас русской идеи сейчас должно быть положено что-то собирающее живое. И это очень чувствуется, что вот, ну, собирать, да, нужно собирать, и русская идея, она собирающая. Она собирающая. Сейчас она может раскрыться, как собирание и в церкви, и собирание и в обществе, и в народе. Но вот здесь вот важна иерархия ценностей, да. Как бы вот есть школа, община, христианская община, она еще школа отношений, школа общения, школа веры. Вот. И я думаю, что если вот здесь вот, как бы эта святыня, она будет поставлена на первое место, то это будет и понимание, и энергия, и можно будет от пустышек, от симулякров уйти. Потому что вот, ну, замечательно сказал вот такой основатель общины Боза, монастырская община Энца Бьянки. Он как-то сетовал на то, что вот действительно очень много манипуляций общественным сознанием, пропаганды. И вот, ну, и даже не в этом. И такой разобщенности, которая входит, он говорит, даже в моей семье, мы не собираемся, как раньше. Вот там дети, внуки, там кто-то. Говорит, регулярно собирается, а потом вот это уходит куда-то. И он говорит, что... И люди не понимают эту ценность. А они начинают адекватно что-то видеть, собираясь в общину. Собираясь в христианское какое-то сообщество, они начинают видеть, что чего стоит. Да, вот где пропаганда, где пустышки, где обманки, а где подлинные. Вот это вот важнейшая еще функция, или вот то, что община дает, это развлечение, без которого общество не может жить, строиться. Но это дает церковь и церковные общины, и братство. Я слышал такой разговор однажды, что люди просто бегут из городов. И ожидается, что этот бег будет усиливаться, что он станет массовым, что горожане из города просто убегут. Город останется для рабов, для рабочих, которые больше ничего в жизни не остаются, кроме как зарабатывать, и ни о чем другом не думать. То есть для живых роботов. Но далеко не все люди будут согласны на существование на основах вот такого же принципа живого робота. И поэтому люди бегут, 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 и убегут рано или поздно. Все, у которых есть хоть какие-то силы и средства, они все убегут. Кто будет в городах? А будет всякое-всячее. Или очень больные, или очень старые, или очень малые. Или приезжие. Которые все равно где, все равно что. Вы сейчас описали фактически картину апокалипсиса. Ну, близко. Дело в том, что именно так и будет. Наверняка, потому что уже это в какой-то степени есть, и этот процесс расширяется. Вот поэтому, почему нужно убежать из большого города? Потому что иначе ты не можешь осуществлять, ты не можешь жить ни духовной жизнью. Там нет коммунатарности, там нет экзистенциальной основы. Повторяю, кто-то на это будет всегда согласен. Но это будет, ну, прошу прощения, Рим времен упадка, в котором господствующая часть была, рабы и вольноотпущенники. У нас практически то же самое. Кто-то нашел этих же старбайтеров. Они не рабы, но они типа вольноотпущенников. Хотя получают много. Но известен опыт, это, по-моему, братство Шарльда Фуко, по-моему, да, так делал, когда они въезжали в какой-нибудь рабочий квартал, заселяли квартиру 2-3, и просто начинали там жить. И постепенно-постепенно влияли на среду. Ну, на годы так. Но это были небольшие города. Сейчас мы говорим о большом городе. Ну, в этом отношении у католиков много было проектов. Я думаю, что и у протестантов что-то подобное есть. Но просто у нас, нам, как говорится, не до жира. В любом случае, неизбежность серьезной социальной перемены, посткоммунистический период кончится. И поэтому вот та преступная безответственность, которая сейчас светет и побеждает, она так или иначе будет ограничена. Вряд ли ее можно будет совсем убрать, но ограничить серьезно можно. И поддерживать. В нашей стране принципиально важно, чтобы люди имели землю. наша земля не может быть обустроена без собственника земли, ответственного собственника земли. А это касается всей страны. Это много. Ну, пока страна существует как целостность, если она не раздробится на области. Но здесь тоже есть определенные проблемы, поскольку сейчас такие самые серьезные коллективные собственники, я имею в виду, ну, не бизнес, а это все-таки крупные дачные кооперативы. Вот. И, ну, мы находимся в том районе, где таких кооперативов много. Вот. Это довольно крупные, большие территории. Это, в общем, довольно состоятельные люди. У них там может быть своя инфраструктура. И они, вообще говоря, самоуправляемые. Слушай, он виден. Правильно. Как правило, уровень жизни там выше, чем у соседней деревни за забором. Естественно. Вот. Вот это и есть те самые сельские общины, о которых мы только поговорили. Да, но есть, но это, конечно, сельские общины, но дело в том, что их источник дохода, он находится за пределами этого хозяйства. Сейчас. Сейчас, да. Сейчас. Конечно, сейчас у них никаких других возможностей нет. Вот. То есть, это, в общем, как правило, люди, которые работают где-то в городах, а при этом... А домой едут за город. Ну, там, домой или как-то, в общем. На Никольную гору. Да. Ну, например, ну, как бы, Никольная города, она одна, а кооперативов таких много. Вот. Ну, это так, условно говоря. Ну, условно, Никольную городу. Да. Ну, и вообще говоря, есть некоторые инициативы законодательные пересмотреть законодательство у садовых товариществ, чтобы лишить их самоуправления. Конечно. Понятно, что это очень не нравится кое-кому. И, ну, там, подразными, как говорится, ну, вот, там, год или полтора, или два, что-то назад эта инициатива так довольно громко была заявлена. Но не получилось. Пока вроде нет. Но, интересно, сама тенденция. Конечно. Вот. А в Московской области, ну, и вообще, при больших городах, это довольно крупные территории. Такого вот самоуправления. Но это самоуправление все равно до общинности, братскости не доходит. Какой там общинности, братскости? это, просто мы говорим о некоторых анклавах относительного самоуправления. Это да. Потому что на селе, вот, в результате административной реформы, там, последних, там, полутора десятилетий, никакой самостоятельности нет. то есть, вот, наш вот этот муниципалитет, местный, он ничего сделать не может. У него, он как мусорный бак, ему не на что передвинуться, там, с одного места на другое. А здесь, как раз, есть свои средства, они содержат и свои дороги, и свою службу охраны, и разного рода услуги заказывают. Свой храм стоит? Могут свой храм построить, школу, пожалуйста, магазин, там, больницу. И все это, конечно, на зыбком основании вот этих вот садовых, ну, законов о садовых этих товариществах, или как они называются. Оператив. Ну, и все-таки желание выстроить какую-то свою иную жизнь. Именно. Естественно, конечно. Здесь появляется такая ответственность друг за друга, еще больше выраженная, чем в городе. Потому что, ну, там, у тебя одуванчики выросли, значит, они, а кто-то газон свой рядом культивирует, как бы, ну, и ты уже задумываешься, что тебе нужно срезать, может, ты любишь одуванчики, и тебе наплевать на то, что идут, но все-таки это не по-добрососедству. Там общие стандарты жизни задаются. Да. Иногда даже признаки какого-то оформления со вкусом, появляются в некоторых местах. Конечно, очень локально, пока очень мало. Так правило, это все полная пестрота, каждый забор покрашен в свой цвет и совершенно полный бесконечности. но появляется другое. Ну, где-то вводятся стандарты, ты не можешь покрасить там, как-то не соотнесясь. Да. Ну, вот поэтому мне кажется, что разговор об общинности, он такой, он у нас получился такой более общий, чем о братстве, потому что материя более тонкая. Ну да, потому что община это менее выраженная, я бы сказал, менее выраженная сейчас. Менее воплощенная. Ну, она вообще объективно менее выражена даже в истории. поскольку меньше всего имеет формальных критериев, формальных рамок, формальных... И заявок на какие-то влияния, власть там и так далее. Если братство могло быть силой, в том числе политической силой и так далее, община это другого рода явление. Ну, это, кстати, еще одна сторона разговора интересная. Община все-таки создается ну в какой-то мере для себя. Ну, ну, ну или как семья, может быть, ну и для своих близких. Она открыта внутрь общины. А братство по своему как бы устройству, по своей интенции, оно, конечно, открыто вовне. И это уже такого форма как бы общественного устройства. но есть разница. Вот общение и община. Что больше связывается с русской идеей? Общение или общинность? Община. Все-таки община, я могу точно сказать, что не все могут жить в общине. всегда будет какой-то процент людей, которые вообще жить не будут по разным соображениям и обстоятельствам. так же как они допустим не будут жить в братстве. Так же как они не все будут жить в церкви. Даже в церкви, которая по преимуществу так сказать вселенский характер имеет. и все равно всегда будет много людей, которые в церкви, в братстве, в общине не живут. Но что же, неужели они совсем лишены каких-то духовных качеств? Для России это означает русских качеств? Нет, не лишены. Они могут жить в общении, быть общительными и иметь такое качество братскости, братской открытости к людям. Давать авансы любви, доверия всем в свою меру. У разных людей это всегда будет по-разному. Мне кажется, это очень важно понять, что да, жить в общине, жить в братстве, если кому-то удается, это великий дар Божий, но это большое напряжение, это большой труд, большая работа, это дар, но это большая ответственность, которой надо еще соответствовать. Но все-таки люди могут, даже если они еще не пришли, скажем, к вере, они пользуются плодами христианской культуры на своей земле, но они могут себя прямо с христианством не связывать. И все-таки, если они действительно дети этой земли, русской земли, если они наследники русской культуры, если они люди внимательные к своему внутреннему качеству жизни, то они будут заботиться о том, чтобы жить в общении, а не в обособлении. И это будет, да, это не будет община, но общинностью и братскостью это будет. Поэтому, когда я думаю о русской идее в 20 веке и 21, то я иногда немножко теряюсь, что же это за идея общения и братскости или община и братство. Как лучше выразить русскую идею? Честно сказать, я до конца не решил для себя этот вопрос, потому что для меня очень привлекательно и то, и другое. Если у человека есть вот этот виденье, вот эта интуиция, что нужно жить в общине и братстве, я знаю точно, что когда человек этого хочет, даже если у него очень мало сил, времени, здоровья, средств, то он всё равно дойдёт до этого. Если рядом нет какого-то братства, какой-то общины настоящей, он создаст своё братство, свою общину, даже с нуля, это трудно делать, но можно, можно, по вере вашей будет вам сказано. И, конечно, прекрасно было бы, чтобы русской идеей было прямо братства русских людей и прямо община, в которой может жить человек, а такие общины ведь могут быть где угодно, в любом городе, в любом селе, где угодно, где двое или трое собраны во имя Моя, там я посреди них, говорит Господь, это он говорит о тайне церкви, но то же самое с общиной. Если есть хотя бы двое-трое, они могут быть начатком общины жизни и живущими людьми, живущими на братских началах. Интересно, что русская идея как жизнь в общине и братстве или в общении и братскости на мой взгляд преемственна к идее всемирной отзывчивости. Вот была все-таки удивительная идея, которая на мой взгляд зародилась почему только на мой, Господи, это же все понимают прекрасно с самого начала, что зародилась начиная с Пушкина, то есть с самого начала XIX века. И она постепенно очень противоречива, очень трудно, но она развивалась и развивалась и к концу XIX века к Пушкинской речи Достоевского она уже была силой в обществе, силой в народе. И начал XX века об этом нам говорит, как многие люди мечтали о настоящем братстве, о настоящей общине. на Руси, в России и подтверждение тому масса. А вот да, потом 1917 год, да, потом вместо общины коммуна, хотя коммуна это переводится именно община, но получилось, что коммунизм стал вот такой, таким симулякром, таким подлогом. Он создал коллектив. Он создал естественно место общины и братство коллективы. Вот. Но вот идею скорее коллектива. Нет, коллективы существовали, коллективная психология, коллективная этика, это все пытались осуществить в реальности, и мы знаем, как это происходило. Но опять же, ни общества, ни слова, ни понятия виноваты. Нет, нет, дело не в понятии. Просто то, что создали, назвали коллективом, но там вот это вот как бы корень коллект, он тут, что называется, не виноват. Вот. Да, конечно, конечно, мы это понимаем. Определенная форма, как говорится, управления, манипуляции. Конечно, мы же не восстаем против слова коммунизм или коммуна. Не восстаем. Мы понимаем, что был первохристианский коммунизм, настоящий коммунизм. Как говорится, без дураков и без морей крови. Понимаем, что так было, просто это совершенно не соответствовало той реальности, которая объявлялась коммунистической в 20 веке. Вот. Вот это, мне кажется, очень важно понять, что есть именно качество жизни. Любая идея национальная, она говорит о границах, о качестве жизни. И что русская идея 19 века, вот она лежит в основе для русской идеи, хотя по-своему новой русской идеи 20 века, мне кажется, это очень важно чувствовать, понимать, что мы преемники. Так же, как русская идея 19 века стояла на плечах русской идеи прежних эпох, прежних периодов нашей истории. Мне кажется, это очень важно, потому что я знаю людей, которые с безнадежностью им хочется может быть вот этой настоящей жизни, качественной жизни, но они не могут приложить этого к себе. Они сами себя пугают обстоятельствами или состоянием здоровья и так далее, и так далее. Сами себя пугают и как бы отстраняют от этого. Им кажется, что они или недостойны, или они немощны, ну и так далее, и так далее. Правда, они здесь много. И поэтому мы должны, мне кажется, не отторгать тех людей, которые принимают вот эту русскую идею как призвание жить в общине и в братстве или в духе общинности и братскости. Вот мы не должны их отторгать, только потому, что они не присоединяются к каким-то общинам и братствам. Тем более, что их так трудно найти в нашей стране сейчас. Кроме преображенского братства, ну и соответствующих общин, которые входят во множестве в это братство, найти-то братство и общину нелегко. есть только общности с определенными задатками, как бы с какими-то сторонами реализованность общинности и братскости. Только лишь. А общины братства больше, кажется, и нет в нашей стране. Или мы их не знаем, но думаю, что нет. Но есть большое желание вот такого объединения жизни вместе. Вот премия жить вместе очень хорошо показывает это. Сколько есть начинаний, которые растут снизу, вот с самой почвы. 730 заявок в этом году. Вот уже в этом году 700 сколько? 30. Ужас. Это невозможно себе представить. Это невозможно вместить. Но это реальность, это же каждый год так происходит. И значит, наша почва жива, значит, вот это русское начало работает, хотя не в полную меру и не в полную осознанно, но оно присутствует. Значит, есть на что опираться, значит, можно это искать и находить в самых разных регионах нашей страны. А ведь мы еще знаем, что эта русская идея сильно влияет на жизнь и национальные идеи малых народов нашей страны. Да, здесь есть множество проблем, однако, это влияние большого разнообразия. У кого-то с этим все нормально, у кого-то все, наоборот, очень трудно, в разных народах все по-разному, однако, все-таки, я знаю народы, которые воспринимают русскую идею как свою, и они не противопоставляют себя русскому народу. Вот что интересно, они любят русский народ. и ждут от него буквально каких-то чудес, иногда слишком нетрезвенно, хотят, чтобы все очень быстро осуществилось, а это по понятным причинам сейчас невозможно. Однако, все-таки, они вот так живут, они смотрят на русский народ, именно как на носителя, живой идеи самой качественной христианской жизни. И только могут иногда сожалеть, что вот так мало русских, настоящих. Вот прям как Куджава в конце жизни писал, как это стихотворение называется? Мне русские милые из давней прозы. Да, мне русские милые из давней прозы, замечательнейшее стихотворение, удивительное, как человек, который по происхождению полуармянин, полугрузин, как он понял и полюбил русский народ. В его реальной существовании, а не каком-то идеализируемом. но это Акуджава, конечно, человек удивительный по своему таланту и духовному пути. Но важно, что такие люди есть. Я специально привел конкретный пример, потому что прям чувствую, что зрители могут спросить, а кого вы имеете в виду? Отчасти таким был и Высоцкий, но, к сожалению, не только отчасти. Вот это, мне кажется, очень нам важно в нашем разговоре, чтобы расширить границы, чтобы дать возможность всем здесь себя проявить, нести то вдохновение, воодушевление, которое нам дает наша русская идея. То есть русская идея это не забор, который отсекает, а наоборот, как некоторое крыло, которое собирает. Есть три базовых вопроса, которые помогают из любого интервью сделать что-нибудь более-менее приличное. Когда берешь интервью эксперта... Давайте к ним и перейдем, чтобы что-нибудь приличное вообще. Значит, это вопрос, когда есть предмет обсуждения, вопрос о том, что было с этим предметом раньше в истории, и мы об этом поговорили, приводили исторические примеры общин и так далее. Вопрос о том, какие у этого перспективы, об этом бы хотелось поговорить. То есть, есть прямо конкретный вопрос. И третий вопрос, а как с этим дела обстоят за границей, чтобы важно было соотнестись. Вот, мы вспоминали сегодня немало Пушкина, всемирную отзывчивость, и Пушкин говорил, что на Западе есть братство, которые нам были бы полезны. устроители братских союзов, по-моему, или основатели братских. Да-да, но он говорил, что нам бы вот эти вот союзы были бы полезны. Он ничего не говорил об общинах, а можем ли мы что-то сказать об общинах вот на Западе, ну, или где-либо еще, чтобы, может быть, этим оттенить общины, о которых мы говорим внутри русской идеи. Отчего-то мы отталкиваемся или наоборот с чем-то мы солидаризируемся, чего-то взыскуем. Ну, я бы сказал, что на Западе все-таки такими общинами были монастыри. Прежде всего монастыри. Были и другие, в том смысле масоны. Ну, масоны и подобные организации, которые были очень сильны, особенно в Италии, которые владели большими целыми городами или там большими кварталами. Мы видели это в Италии. И это было вот это очень развитая такое коммуникативное начало, что люди собирались не всегда на добрые, с добрыми намерениями. Вот как сейчас в сицилийской мафии могущественнейшая штука, попробуй найти такое еще где-то в мире. Да, сейчас ее подавили, в частности, благодаря действиям Акли. Ну и призывом и соседних мафий. Папы. Папы. Папу послушали. Вот. Это было очень... Это действительно была большая победа. А до этого никто не мог с ними справиться. вот это вот здесь общинно-братское начало мне кажется очень проявляло себя сильным. Вот такие военизированные какие-то объединения большие или маленькие, которые могли влиять на мировую ситуацию. Кто освобождал Иерусалим от мусульман? Кто? Вот. И все-таки они долго держали Палестину под своим началом. Рыцарское движение и так далее это все было важным. С одной стороны личностное, с другой стороны вот такое корпоративное. Вот ордена. Ордена были. Но это монашеские ордена. Все-таки это монахи. Но правда интересно, что ордена перешли в границы монастырей и торцарии всех сортов. Это не монахи. Но они такие же. Они живут по принципам монастырской жизни. И в Италии это идет быстрее всего. Откликается быстрее всего. Но это в Италии. Я небольшой специалист по истории тем более Западной Европы. Но вот объединяются они очень быстро. правда у них связь идет больше общественная а не церковная. Это интересно. Они это все мыслят. Они церковь очень социализируют. У них не разберешь где церковь и где общество. И у них больше надежды на общество. действие практически ориентировано на общество. Городское сообщество, районное сообщество, региональное сообщество и так далее. Рабочее или монашеское или еще какое-то. Это очень интересно. Это сильно отличает их от нас. У нас такого никогда не было. И не надо этого искать. То есть не было и не будет потому что нам это инородно. что быть? Пока нет никаких признаков движения в эту сторону. Даже внимание в эту сторону. Не то что движение. Вот. Это был один вопрос. А что еще? Второй вопрос. Какие перспективы? То есть мы когда говорим про общины формы устроения, формы жизни, мы говорим о том, чего бы мы хотели, о том, что вот-вот должно появиться, или о том, что если оно не появится, то все рухнет, что мы вкладываем? Если мы связываем так серьезно общинность и общину с русской идеей, ее реализацией в жизни, то, конечно, мы можем сказать, что если не будет у нас возрождено общинное братское начало в достаточно большом количестве душ человеческих, то у нас не будет перспективы, не будет ни покаяния русского народа, ни возрождения русского народа, ничего не будет. А не будет это, значит, не будет русского народа, не будет русской страны, ничего не будет. Все рассыпется на какие-то мелкие удельные княжества, которые будут только воевать вечно друг с другом. Все. ну, внешняя агрессия, конечно, безусловно, слишком много всяких богатств, и, конечно, есть большие силы в Европе, в Америке, которые, и в Азии тоже есть, и в мусульманском мире тоже есть, которые хотели бы этим воспользоваться. Китай своим, Японию своим, Европу своим, Америка своим. У нас перспективы просто очень. Мы живем как на вулкане. Хорошо, что многие стали это понимать. Благодаря СВООН ой, многие ли? Многие-многие. Я это слышу сразу салон эти разговоры. Мы начали высказываться, печатать эти вещи. Вот идея всемирной отзывчивости это я понимаю как своего рода русский универсализм. Вот всякая великая культура, она культура универсальная, она имеет вот это универсальное измерение. Мировое Да, мировое измерение. Вот и идея всемирной отзывчивости это вот идея вот такого ну как бы русского универсализма. И это важно понимать. Да, именно отзывчивости это своего рода как бы своего рода восприимчивость. Иная, нежели это было скажем в Римской империи, да, иная, нежели это было там других там германской культуре греческой пожалуйста. Да. Вот. Еврейской. И это высказывание Достоевского оно не только многих как бы восхитило и вдохновило, но и критику вызвало, конечно. И многие даже старались как бы находить как раз вот в русской жизни что вот это локальное мелкое и ущербное что конечно никак этому не соответствует. вот но это ведь не экспансионистская идея идея всемирной отзывчивости вот совсем наоборот и конечно может быть мы сейчас этому так внешне как бы не соответствуем вот этой идеи многие скажем так тут за всех нельзя говорить извините а как я сказал все мы не соответствуем ну я сейчас имею ввиду образ современной русской жизни наверное да в настоящее время образ современной российской русской жизни может быть этому и не соответствует вот так напрямую но внутри это есть это сохраняется и этим нужно дорожить это конечно можно потерять вот этот импульс эту интуицию этой всемирной отзывчивости и конечно мир потускнеет ну как сказать не говоришь про нас самих про нашу страну и наш народ вот но не просто всемирной отзывчивости а еще и общинности и братскости здесь надо добавить в 12 веку 20 и 21 да а в связи с этим конечно нужно было бы особым образом подумать на тем о чем отец Георгий сейчас сказал об общинности и братскости или братотворении в какой мере в какой степени да это эти вещи как бы соотносимы и какова здесь есть перспектива не нужно думать что это все как бы лежит на поверхности что это очень легко это конечно труд это определенные усилия но это то усилие которое возвышает человека а не пускает всю его жизнь под откос можно продолжим всемирная отзывчивость это же не навязывание действительно своего какого-то видения порядка ордунга такого вот есть для немецкой культуры характерно говорить о таком порядке который может быть универсальны для других для всех а это совсем другое если мы говорим как раз о таком христианском основании корня русской идеи можно наверное об этом именно об этом говорить то как раз отзывчивость она похожа на ну собственно как по-христиански нужно относиться к другому человеку а как ну его принимать в свое сердце чтобы в тебе ему было не тесно как более просторно чем в себе это какое-то вот это служение да это ну Достоевского есть это быть вторым для другого чтобы он поднялся и я думаю что всемирная отзывчивость она в этом смысле может пониматься да что с одной стороны это понимание других культур но которое должно быть присуще всякому гению вот всякие за что еще критиковали Достоевского когда он высказал идею всемирной отзывчивости ему сказали что это свойство всякого гения потому что он должен понимать если он не понимает другую культуру то что же он загиб Шекспир там описывал справедливо да но здесь был такой еще смысл Достоевского что это не просто понимание а это ну как бы ты лучше себя понимаешь это какой-то шаг еще что это не просто понимание адекватное понимание другой культуры а это вот действительно как обмен дарами это как умножение что есть да вот эта отзывчивость она позволяет и другому лучше себя понять как и нам да вот проявляя себя лучше себя понять да применительно к Пушкину конечно тут можно вспомнить вот что его такой взгляд как бы творческое преображение как бы других образов других культур других стран ну в маленьких трагедиях например или там других произведениях при том что он за пределы России не выезжал вот и его пример здесь конечно удивитель а только варсрум да и тот когда он приехал то там он стал русским туда вошли войска да хочу с вами посоветоваться друзья мне кажется что эта беседа как и предыдущая никогда не найдет своего финала да но у меня есть пару идей одна во всяком случае за обед но на обеденная идея вот у меня есть еще пара вопросов которые мне кажется важно к нашему разговору прибавить и у меня есть предложение их обсудить уже во время трапезы если это тоже кажется что стоило бы перейти на трапезу мне мне не хватает немножко проблематики вот отец Георгий высказал тезис о том что 20 или 21 век развития русской идеи это община и братство но здесь есть ну как бы о некотором содержании мы немножко поговорили но естественно у зрителя будет вопрос как говорится практическая это реализация она где и даже речь не о примерах а о возможностях и понятно если крестьянской общины нет и быть не может теперь уже то мы должны говорить хочешь или не хочешь о условиях больших городов которые вообще говоря мало приспособлены к общинной жизни к общей жизни вот и я бы вот этот вопрос например поставил потому что меня он например беспокоит а я бы к этому добавил еще то что не надо забывать да крестьян у нас нет крестьян не кончились их было слишком мало всего 75% населения России а а сельские общины могут быть сейчас есть большое движение в этом направлении едут из городов больших все больше и больше народу уезжает из городов больших для создания сельской общины именно сельской общины понимается это и в духовном плане и так сказать цивилизационном несколько по-разному разными людьми это нормально так и будет но люди хотят свободы и люди хотят вот этой совместной жизни и это есть по всей стране вот что важно сказать что это вот будет уничтожено нельзя это уже нельзя уничтожить а что из этого будет вот тут я бы все таки оставил бы открытый вопрос о сельской общине ну или сельском братстве больше община как-то лучше звучит старобрядцы тут задают пример они не не полно как раз к сожалению больше всякие экологические движения всякие такие тоосовские в 90-е старобрядцы начинали это все дело они что-то собирали буквально по дороге сюда такой сюрре специально посмотрел как это делалось а сейчас действительно очень много да у старобрядцев по крайней мере что можно сказать положительного о них что у них это вот общность жизни это то что они сохранили крепкий корень но в той или иной степени все-таки там все тоже непросто но в большей степени чем в целом как говорится по госту чем в колхозе чем в русской православной церкви чем в русском народе как народе в его остатках да для них по крайней мере есть это качество в памяти у нас этого в памяти нет вот в чем проблема да да совершенно верно да и до революции же они тоже вот ну до революции тоже само собой вот ну в сравнении с синодальной церкви была разница я тут встретил сенатора кони высказывания оставляется очень интересное как раз об их общинности он он заметил изучая статистику что практически нет или очень маленький процент проституток в Петербурге в какой-то момент это стало таким серьезным объявлением из общины из остарообрядческой среды вот там есть общины есть вот какая-то ответственность среда воспитания передача традиций вот эта крепость есть это важно тоже важно а к вопросам может быть ну или направлениям мне интересно может быть поговорить с точки зрения освоения пространства да но не пространства вот как природного о чем говорит Феликс Вильевич замечательно всегда вот собственно Феликс Вильевич Разумовский да и вспоминая о том как русские осваивали пространство и это наложил отпечаток на русских в том числе и общинные корни из этого только вместе но он наставит потому что это пространство в первую очередь духовное именно святыня собирание святыней святых вот это мне очень понравилось я недавно с ним имел беседу да да просто мне кажется что как раз сейчас стоит задача освоения пространства вот ну вот есть там тот же Феликс Вильевич говорит о человейниках вот этих которые построены да в которых невозможно жить в городах вот и вот как сейчас русские вот есть у русских были способы освоения пространства да вот как сейчас русские осваивают пространство должны осваивать пространство здесь сложность большая есть в том что это пространство должно быть в первую очередь духовным пространством как русский как русский как русский есть духовное пространство вот так когда-то это были монастыри сейчас к сожалению в большой степени нет но в концепции в концепции филипс а пространство пространство имеется ввиду ну территориальные земли территории ну вот он русскую землю предложил мне как раз вот на днях позавчера именно понимать как духовное понятие да конечно поэтому Иерусалим русская земля поэтому Иерусалим и Кавказ русская земля понятное дело да главное не обострять когда мы говорим об общинном и братском начале то мы конечно делаем разное важное развлечение в как бы характере связи между людьми но не все не всякое объединение которое называет себя братством не имеет общинных черт и не всякая община да который так себя называет да не имеет братских черт это все-таки вещи которые так сказать не всегда легко вот на конкретном примере различить ну например сегодня уже упоминаемое нами крестовоздвиженское братство основанное Николаем Неплюевым имело в себе и черты братства и общинные черты они в себе имели это уже больше а в Александра Невском по-моему этого не было больше касалось как бы особенностей внутреннего устройства братства да община по определению более как бы локальное сообщество нежели братство братство может быть очень большим вот и поэтому говоря о тех или иных примерах да ну приходится вот эту оговорку делать скажем община которую основал отец Алексей Мечов и преемство в которой принял затем его сын отец Сергий Мечов это община или братство отец Сергий называл это покаяльная семья у них было такое название из истории Древней Руси но безусловно вот в этом круге отца Сергия который конечно трансформировался еще и под ударами как говорится советских репрессий антицерковных трансформировался из такого круга который собран при приходе ну вот во что-то другое да и там мне кажется были и черты общинного устроения и были братские связи думаю что в братстве основанном епископом Макари Мапотским подобная же была ситуация там и одно начало присутствовало и другого вот что касается общины отца Сергия Савельева тут пожалуй да это именно была община как духовная семья они себя так и осознавали и это был там круг ну вот полтора десятка человек которые вот так и жили да они так и называли себя родные вот их представление о семейственности духовной семейственности было для них очень важно вот поэтому вот это развлечение но по-моему в Александроневском братстве не было общин ну тут я я думаю что вот как бы общин как структурных элементов не было вот но были ли отношения общинного плана не знаю тут просто не очень хорошо я думаю что в Средней Азии были вот в Средней Азии да скорее всего были вот это общинное братское начало они вместе идут и то что вот отец Георгий ввел так решительно ввел их развлечение не означает что это принципиально разные вещи я думаю даже так что братство не имеющее каких-то элементов общинности оно ущербное оно неполноценное братство и община которая не имеет как бы потенциала братских отношений то есть больше как бы открытости что ли тоже локализуется есть свои как бы опасности вот вот что касается западного опыта ну он конечно как бы богатый и несколько иной может быть мы его не очень хорошо знаем но вот скажем есть довольно крупное движение в римно-католической церкви общины святого эгидия они называют себя общиной при том что это там сотни и сотни может быть тысячи людей в разных странах мира и вообще говоря не только даже католики а фоколяры ну они называют себя общиной хотя мы бы наверное скорее назвали бы их братством братство Шарля де Фуко мне кажется что там вот общинное начало имеет даже приоритет по отношению к братскому они называют себя братством ну в общем здесь вот названия они не всегда как бы прямо выражают ну как бы содержание тем более что всегда нужно помнить о чем отец Георгий сейчас уже сказал это очень важный момент что всякое такое явление оно как бы уникальное оно харизматичное вот это то что создается не институцией не организуется это то что растет ну вот как-то изнутри вот по какому-то дару благодатному ну вот я бы вот дополнил а что скажете о перспективах причем ну отец Георгий говорил о перспективах страны и народа лишенным общинности то есть как бы отказавшимся от общинности и что это жесткие перспективы а вот о перспективах общины как вы видите это общинное начало нарастает у нас появляют какие-то признаки того что эти общины могут появиться мне почему-то больше видятся проблемы в связи с этим и в частности проблемы церковного характера вот отец Георгий говорил о социальных возможном социальном напряжении связанном как раз вот с этой как бы с этим несоответствием организации городской жизни вот какому-то ну национальному характеру да русскому национальному характеру я подумал о церковной ситуации дело в том что сейчас современное устройство русской православной церкви оно очень ну как бы как такое монохромное то есть очень ну как бы однообразное и ну у нас есть структура епархиальная которая предполагает так сказать деление на благочиние благочиние на приходы и собственно вот это единственная форма церковной жизни признанная доминирующая и признаваемая церковным руководством что это вот приход при этом главным на приходе является организация богослужебной жизни клиром есть как бы могут быть разного рода дополнительные активности какие-то ну активности функции какие-то стороны жизни и вроде бы они как-то даже приветствуются но все слишком зыбко поскольку зависит от настоятеля и если настоятель созидает эти формы они создаются если нет настоятели уходят и все меняется так сказать почти полное обновление и в этом есть опасность серьезная многие чувствуют тесноту современного представления о приходской жизни потому что вроде бы как возможности есть а на самом деле их нет потому что многообразие церковной жизни не вмещается в ну как бы в современное наше сознание церковное ну и нередко приходится сталкиваться с таким как бы телитарным взглядом на приходскую жизнь и собственно привлечение народа в храм оно ведь собственно нужно для чего вот пусть каждый настоятель ответит на этот вопрос для чего нужен народ в храм для доходу для дохода ладно согласен было бы странно если бы народ увеличивался доходы падали хорошо для дохода еще для чего и в чем приоритет красота 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 как известно красота это когда наемный неверующий хор поет красиво и поэтому и и вот современная ситуация она резко разводит как бы приходской тип церковной жизни от братского или общинного до прямого конфликта и я считаю это церковная задача это искусственное напряжение его нужно убрать в нормальном случае я думаю что даже это забота церковного руководства в первую очередь ох вот это твоя старая идея но она опасная очень ну я же говорю о проблемах вот и о тех опасностях которые есть потому что все очень хрупко и если вдруг история наша сделает какой-то неожиданный зигзаг для нас самих то многое просто исчезнет бесследно вот а все-таки с 1988 года с празднования тысячелетия крещения Руси прошло уже 36 лет это много по современным меркам и мы видим что церковная структура разрослась административно так сказать многое сделано но многообразие христианской жизни церковной жизни православной жизни люди еще как бы не почувствовали не усвоили да нет ему огромной степени жизни потому что все разнообразие народа остается вообще говоря светской не очень светской не очень церковной такой обыденный хорошо хоть светской мирской а не светской спасибо за уточнение я стараюсь мягче выражаться но здесь есть некоторые противоречия Дмитрий Сергеевич потому что с одной стороны мы говорим что общинные начало имеют как бы внутренний корень личностный корень неорганизационные движения а с другой стороны мы когда говорим про дефицит многообразия форм и смыслов в церковной жизни но как будто мы ожидаем что его кто-то привнесет ну почему мы не ожидаем но некоторые священники ожидают я даже ну расспрашивал священнослужителей один раз даже выступал на рожжевских течениях и задал такой вопрос какой кто готов из присутствующих священнослужителей войти в общину об общине была речь Николая Васильевича Гоголь нам хватает стать членом общины приходской да уж какая бы была бы батюшка приходской не приход любой дело в том что многие говорят об общине хорошо когда на приходе есть община но часто настоятель и священнослужители себя из этого числа общинников исключают ну получается что часто священники вроде бы не против чтобы были раскрывались и братские начала и общинные начала и вот не против общины и даже за мы были в одном храме недавно где священник говорит вот наш храм а у них очень красивый храм на берегу реки и он говорит но немножко на чибе он говорит я даже рад что он на чибе этот храм потому что в него не заходят случайные люди захожане которые едут мимо то есть в наш храм приезжают только те кто решили приехать в наш храм ну специально вот но ну и так здорово мы этому порадовались но потом когда поговорили с ним и вот посмотрели на познакомить ближе с жизнью прихода выяснилось что есть спонсор из Газпрома и что очень многое определяется данным финансированием и сейчас в очередной раз храм закрывается вот на на такое обновление реновацию и ну как видно что а может быть они просто на лето в Абу-Даби куда-нибудь не нет батюшка на полтора года они обновляют нет и хорошо обновить хотя там так на первый взгляд кажется и неплохо все но в общем вот но Лукойру виднее Газпрома да но тут видимо вопрос все-таки одной жемчужины и какого-то выбора и свободы то есть ты выбираешь одно и за это платишь да вот батюшка вы в одной из проповедей на страстной сказали что за свободу дорого заплатить за свободу заплатил смертью Христос за свободу и любовь и вот это вопрос все-таки выбора то есть да мы за никто не против того чтобы мы все чтобы было братолюбие никто не против того чтобы было общение но с одной стороны это ну в общем это дорогого стоит за это надо жизнь класть а с другой стороны приход просто этому не способствует раскрытию этого этого в полноте да ну об этом отец Георгий вы часто говорили потому что есть какие-то пределы у прихода какие-то ограничения и как с этим быть это большой вопрос уже епископ Макарий Аподский говорит о том что когда я стал созидать общину на приходе это расколол приход это расколывает и что с этим делать дальше это же евангельская ситуация потому что создание общины это выявление христианских начал но Христос тоже вот собрал общину это расколол Израиль так начался исторический путь христианства исторический путь просто но все-таки знаете в этом разговоре понятно что мы говорим как бы сама тему задает этот дискурс когда мы говорим о русской идее и общине мы немножко как бы с такой дистанции смотрим на эту общину и пытаемся угадать ее черты какие-то и так далее ну да но ну вот отец Георгий же создавал общину не для реализации русской идеи правда отец Георгий вот это кстати важный момент а для чего батюшка бог знает вот это самое главное в нашем разговоре вот и еще одно здесь различие нужно ввести конечно и русское начало нужно возрождать но надо понимать что заботясь о возрождении русского начала мы еще не создадим царство небесное а вот и если это уже церкви касается то что скорее порядок другой русское начало должен быть церковь не превратится в царство небесное кто-то будет взят а кто-то оставлен понимаешь да еще одну общину вспомнил вот это Чентру Чентру Алети наши знакомые ох из Рима ох вот они себя тоже называют общиной и это ценят а да и они этот очень ценят более того даже вот после недавних испытаний и всяких как сказать искушений обвинений они не знаю все или не все но некоторые из них они вышли из иезуитского ордена но остались в общине именно чтобы сохранить общину ну это такой ватиканский так сказать крючок ну в смысле крючок что вы называете крючком ну нет ну бог с ним с крючком крючки в жизни есть всегда не одни так другие не третьи не другие так четвертые вот без крючков в жизни не бывает не нужно думать что христианский путь есть истинный путь который без крючков и надо только вот его найти нет мы не идеали что нет ну вот мы не идеали поэтому бог с ним с крючками ватиканский крючок или еще какой-то московский крючков много в жизни да вот везде где есть что-то ценное там есть крючок потому что кому интересно что-то неинтересное и малоценное правда ведь батюшка ну еще бы ну вот а а ватикан толк знает в хороших вещах ценных и ценных и вот у них тоже община и и они это очень ценят и когда они там нас поздравляют с Пасхой или с Рождеством всегда вот упоминают вот этот акцент что как очень ценно сохранять вот это единство опыт единства в общине вот знаете мы сейчас и я думаю что даже этот опыт общинный он он сближает христиан он находит позволяет находить единых по исповеданию братьев и сестер в других конфессиях конфессиях а есть какие-то минимальные признаки когда мы говорим не о христианской общине а вот о русской общине народной конечно мы исходим из того из формулы Бердяева пророческой формулы что русский самый русский народ в самой коммунатарной мере это было очевидно в начале 20 века сейчас это совсем не очевидно однако нельзя сказать что это погибло окончательно это плохо воплощается потому что многие которые называются русскими они не русские советские а что советским человеком здесь поделаешь ничего тут не поделаешь никакого никакого коммунатарного начала такого русского в кавычках не будет вот и все мы исходим из того что есть и старые русские люди и нарождаются новые русские люди которые с одной стороны наследуют старое с другой стороны образуют что-то совершенно новое потому что опыт 20 века абсолютно нов в человеческой истории вот и все поэтому поэтому на этом основании мы строим общину и обратите внимание допустим на Украине общины не рождаются братства тоже там их нет а ведь когда-то в Малороссии были юго-западной Руси это наши общие были братства то и ни один век и ни одно братство и Белоруссии это касалось а сейчас в Белоруссию поедешь там на каждом шагу слово братство а братство нет а все они называют братствами как итальянцы все называют общинами а общины еще посмотреть надо где они есть где их нет вот это вот это и важно потому что то что Бердяев сказал что в русском народе есть коммунатарность он сказал другую вещь он сказал что это самое коммунатарное и я к большому сожалению я был бы очень рад если бы Бердяев был бы неправ очень был бы рад я очень хотелось чтобы и украинцы и белорусы там и все но с кем все таки у нас очень много общей истории вот если бы батюшка гегель это сказал вот это был бы номер вот номер был да или кант мне кажется кант был более способен таки вот так вот на этом мы базируемся вот на этом мы строим свои надежды мы понимаем что риск здесь огромный надежды могут не сбыться но если поискать то можно и найти кое-что хочется проследить такую последовательность от идеи к оформлен оформленным интуициям от интуиции к практике действия во вот это очень важно как раз то над чем я сейчас работаю последнее время что готовить к русскому университету в частности что я бы хотел добавить что русская идея это не только идея смысле идеала то есть это не только второй этаж нашего бытия и сознания но это еще и практические действия которые воплощают этот идеал и это то самое призвание свыше которое на третьем этаже существует но это уже тогда не собственно русская идея это русская идея нет это русская идея все таки ну как же идея она если есть слово идея все таки тут надо не терять значение слова идеи я очень хорошо понимаю поэтому первый я назвал идеал но идеал хорошо но идеал идеал все таки формируется на базе призвания вот русская идея это призвание вот не случайно вот Алексей говорил что это не то что мы о себе думаем а то что Господь о нас думает да Владимир Соловьев говорил что я вот цитировал на нашей беседе что идея нации это не то что нация думает о себе во времени а то что Господь думает о ней вечности вот это и называется призвание вот это и называется призвание это уже не идеал это уже не второй этаж а третий этаж поэтому приходится быть и на третьем и на втором и на первом и это замечательно это касается конечно любой национальной идеи не только русской любой у каждого народа есть свое призвание если этот народ вообще призван что-то в истории сделать а не просто быть при всем при ком-то или при чем-то ну что ж разговор этот как мне видится невозможно закончить я очень надеюсь что по крайней мере мы смогли его в какой-то степени начать чтобы было что продолжать я очень вам за это благодарен и больше того моей надежды еще состоит и в том что в русской идеи помимо того что вот мы обнаружили братство обнаружили общину а сегодня мы еще говорили об общении и братскости найдутся еще черты расширения и они станут предметом для наших следующих встреч по крайней мере я бы этого очень хотел спасибо прекрасно спасибо большое но я думаю что и собственно об общине и об общинности разговор не закончил совсем и его имело бы смысл продолжать в более говорить о каких-то нюансах более нюансировано поскольку это в современном обществе в современном вот средствах массовой информации в современных медиа не принято говорить мне кажется о реалиях духовного порядка это нужно делать необходимо делать хотя может быть это и не самая популярная вещь потому что иначе на поверхности всегда будет то что плавает на поверхности вот а все-таки средства коммуникации они должны нам помогать всем вместе двигаться вглубь к пониманию каких-то вещей которые нас объединяют всерьез на глубине они только вот так сказать посредством наиболее сильного крика или вот подобного импульса вот поэтому я за продолжение ну отлично прекрасно большое спасибо спасибо большое спасибо благодарим спасибо спасибо большое спасибо Продолжение следует...